Всем доброго времени! Всем привет! Ребята, то есть я вполне себе понимаю советы по типу, вы там в домике пропустили что-то, или вот такой-то навык, мне кажется, тоже хороший, или там, ну что-то такое, без особой конкретики. Но когда, знаете, такими тонкими намеками, что вот этот монокль является чьим-то там, что вы его встретите в течение игры, и еще там на буковку Т, такие, знаете, подсказочки. Даже я поняла, о ком речь. Да, тут, я не знаю, то есть сложно было не догадаться, о ком вообще речь, и что мы с ним встретимся, и что он здесь был, то есть, как бы, это все по игре должно было произойти, мы бы узнали, что он тут был. Но, не знаю, на мой взгляд, это уже ни в какие ворота не лезет, то есть, и дико раздражает. В общем, комментарии закрыты, виноваты сами. Да. Возможно, когда мы немножко остынем, мы попробуем их открыть, но, я не знаю, я не думаю, что это надолго, к сожалению. Вот, монокль я забрал. Так, а где? Тут только что кое-что светилось. А, ну вот. Да. Я просто тут, когда ходил, управление настраивал. Кстати, я же теперь пересел на Steam Controller. Вот. Попробуем с него поиграть. Уж не знаю, что из этого выйдет. Мне очень не нравятся некоторые моменты, но... Но есть смысл попробовать, если тебе больше понравится? Ну да, но, возможно, просто здесь другие моменты гораздо удобнее, чем скаломыши, конечно. Конечно, сделаны. Тут бесспорно. Все-таки игра явно затачивалась под геймпад. Я не утону? Нет. И я еще кое-что видел там дальше. В реке. Сейчас тоже тут сплавим. По-моему, там еще один сундук был. Просто уж забрать. А, ну вот. Ну да, смотри. Интересно, там вот эта курточка, она как лучше, чем наша? Подожди, там еще что-то было. Там еще что-то, да, я тоже видел. Вореная. Угу. Отвары. Потом будем смотреть, что натырили. Прикольно. Это во всех водоемах такая фишка? Ну смотри, там тоже какой-то клад. Да я думаю, это даже во всех лесах, водоемах и в поле даже может стоять. Кстати, ты находил даже что-то. Да. Бегал. Да, но я, по-моему, потом загрузился. А-а. Так что я не уверен, что он у меня есть. Там какой-то отвар из полу... полуднице. Полуночнице. Полуночнице, да. Полуночнице, наверное. Полуночница, это ночь у холодильников. А это полуночница. Полудинеца, смотри. О, я даже могу сделать. Сокращает продолжительность нокдауна, гипноза, оглушения и слепоты. Если я его сделаю, то есть, судя по комментариям, я так понял, что они одноразовые, эти отвары. То есть ты сделал, выучил и забыл, да? Ну, то есть и не думаешь об этом. Нет. Они восстанавливаются. Нет, вот как раз отвары, я так понял, не будут восстанавливаться. Понятно, понятно. Давай мы, наверное, сварим, потому что... Почему нет? На какой-нибудь... Вот в боссфайт точно пригодится слепота, оглушение. А почему именно сейчас? Иногда у нас проверить. Мне просто интересно, как это работает. Вот, ладно, давай сохранимся тогда. Сохранимся и сделаем. Подожди, вот он сделался и пропал отсюда. Возможно, можно иметь только один. А когда ты потратишь, он появится. Я не знаю, я так предполагаю. Я думаю, разберемся. Вот, отвар из полудницы. Один из одного. 1800. Я вот не помню, в обучении нам писали, что отвары восстанавливаются или нет. Короче, узнаем это попутно. Так можно посмотреть, наверное, в обучении. Это у нас же есть какие-то там пестиарии. Ну, где-то это было. Ладно, короче, я не нашел там никакой информации. Может быть, проглядел. Может быть, ее там нет. Фиг знает. Мне кажется, или там еще что-то было? Серия водная. Сегодня мы плаваем. Не, ну это уже кажется, ладно. В общем, тут мы забрали. Где наша платва? Иди сюда. Поехали тогда сейчас, куда мы планировали. А куда мы планировали? Мы планировали вот сюда, в сожженную деревню дойти. Ага. Там квест, да? Вот, попутно можно зайти вот сюда, видимо. Ай, ну и вот домишки еще какие-то вдоль дороги. Где? Ну вот туда. Вот эти? В деревне. Вот сюда зайдем, вот по пути. И вон туда, вправо уже. В деревне. Да, оттуда. Еще, еще иди. Иди вправо, вправо. Вот домишки еще вот эти. Вот эти? А, ну естественно, да. Потом можно будет вот сюда тоже зайти опять же. Ну да. Вот сюда тоже здесь что-то такое есть рядом прямо. Ладно, поскакали. Скакали. Че они там так икают, я не понимаю. Стараются. Это не кряхтят. Я, кстати, на лошадке могу тоже прыгать. По поводу Галупа меня тоже, кстати, вот умилило, как тебе все объясняли, что нужно зажимать шифты и все такое. Хотя Саша при этом сказал, да, что я потом настрою как нужно. Да, самое интересное, что там уже отображается в меню кнопка, что она не забиндена, то есть там нет кнопки. Подожди, а где мы уже находимся? Вот мы находимся у первой метки моей. А, вот в самом деле. Тут какой-то лагерь явно не люгардский. Давай мы сохранимся, походим у них. Обидятся? Могут. Шнурок. Нет. Никто не видел. Просто. Тут, видимо, все-таки не лагерь. Но они просто здесь понаехали. Да, да. Ничего интересного нет. Я особо спрашиваю. Да, поговорим с ним. Давай. А, не могу поговорить. Прыгнуть. Бег. Так, но я не могу поговорить. Странно. Ну ладно. Ты слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Нелюди. А. А что это там? Пчелы. А, понятно. Зачем они и почему, вообще не понимаю. Я думаю, узнаем еще. А мы же тут были, кстати. А мы именно тут были, да? Или нет? Нет, наверное, не здесь. Наверное, не здесь. По-моему, сюда мы не заходили все-таки. Ну, поехали, раз тут пусто. Угу. Эр и главный. На! Давай мяточку поставим. То есть нам теперь куда-нибудь... Вот сюда. А, вот мы вот сюда, кстати, не зашли. А ты перепрыгнуть можешь? Непослушно. Да. Молодец. Платва молодец, в смысле не ты. В смысле? Без смысла. А то даже не домик, тут непонятно что. Вот ваше не так быстро. О, сундук. Сундук. И улей. И улей, да. Это чего? А, вот. Удочка, жемчужина. Ну, какое. Как-то не очень. Все на продажу. Может, жемчужина разве что пригодится. Ай! Тут как-то мелко, кстати говоря. Да. А справа что это стоит? Ничего. Это вот мы как раз наткнулись тут. Да, да, да. Кстати, на нас грифон, наверное, может этот напасть. Нужно иметь в виду. А это что? А, это... Подожди, это строение какого-то. Кверх ногами что ли оно, я не пойму. Она как будто кверх ногами. Да нет, это башня, наверное, она просела. С той стороны, по-моему, было отверстие какое-то. Странно. А, ну... Непонятно, что это. Ладно, фигня какая-то. Нет, я могу сюда залезть. Только зачем, да? Так, а мне тут кого-то показывает. Что это за красные штучки? На цветочек-то показывала? Да нет. Грибы. А, это просто внизу то, что они находятся, ниже меня. Ну-ка, убери зрение. Я уже без зрения. А, просто темно получается. Теперь уже просто темно тоже. Плюс затемняется, когда я зрение включаю. Ага. Ну, ты тоже придумал, на ночь глядя поперся куда-то. Ну да. Ничего не видно просто. Давай мы сейчас это поспим. Давай. Ну, помедитируем. Вот до шести утра. На нас даже никто не напал. А могут, да? Без понятия. Я просто. Мы же прям посередине дороги сидели. Вот смотри, везде вот эти штуки стоят. Тут мост, наверное, какой-то был, что ли, я не пойму. А, ну... Видишь, как... Колонны. Да, кстати, да. Подпорки от моста, как бы. Странно. А вот, кстати, можно налево сходить. А, грибы. Понятно. Ну, уберитесь. У нас, кстати, грибочков этих нет. А, ты к знаку вопросительному? Уже да. А, вот башня, смотри, тоже. Кирпичная. Пустая бутылка. Фиш тех. Наркоманы. А что это такое? Бумажка, смотри, какая-то. Берегитесь, в лесах скрываются бандиты, называющие себя... А, ну это мы... Ага. Видели. Стреляет кто-то, да? По-моему, там эти... А, или стреляют. Мне показалось... А, волк. А мне показалось, стрела пролетела. Почему-то, странно. Дезертир там, смотри. А, ну вот, он и стрелял, видимо. Сам дурак. Иди сюда, что кричишь-то там. Смелый такой. А как мне к нему залезть? С другой стороны, видимо, как-то подходить надо. Нет? Не могу. Видимо, нет. Нет, ну тут у нас вопросик, значит, туда можно подняться. Погодка такая, нифига не видно, тень сплошная. Нет, ну там-то мы не поднимемся. Он убежал, что ли? Да не, не думаю. Да! Вообще скатился. И как теперь нам туда подниматься? Я вообще что-то вижу вот через раз. То вижу, то не вижу. Я ничего не вижу. Вот сейчас кошка бы нам не помешала, конечно. Ну вот смотри, такие же вот. От моста. Да. О. Ходят красавчики. Угу. Давай к ним зайдем. Раз там не получилось. Теперь вы понимаете, почему, Саше, нельзя делать летсплей по Скайриму. Ой, нет, 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 нет. Класс. Хорошо сохранился. Что я хотел? Наверное, вот так. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе! Хе-хе! Готово. А ты чего пустой? Ну, так неинтересно. А дайте что-нибудь, чтобы картеж сделать. А это что за место? Где вопросик был, да? Вроде нет. Опа. Показалось, что ли? Там что-то красное есть под ним. Было. Оно уже нет. Странно. Ну да. Странно. Под коленкой вот, под левой. Да нет. Как так? Не знаю. Нет, вопросик дальше. Ну, давай подойдем уж. Вот сюда, видимо, надо попадать. То есть в обход как-то вот отсюда. Ага, сокровище под охраной. Там кто-то разговаривает наверху. А там деревня же. А. А. Нехорошо. А, зараз... Отгад. Ага. Ну, хорошо. С тремя-то сложно. Давай, догорай, догорай. Савиделись. А! Еще один вылез. Классно. Он вроде ушел опять. Как-то и выйдет самая очень быстро. Ого, ты его разрубил прям. Да. Так это уже не первый такой. Ну, не знаю, как-то я не обратил внимания. Ну да, точно. Мы в прошлый раз, когда дрались, тоже так же. Рубил на куски их. Класс. Тут клад, короче, какой-то был. Они копали-копали, их потом всех съели. Ага. Клинок из векового ара. Чертеж меч с дырианой. Вырванная страница отвар. Извило хвост. О! Спаги. Опять отвар. Ого. А что-то такая большая-то ачивка. Подожди, а там же два сундука было. Я два и забрал. Да. А, ну ладно. Ну, все получается. Да. Сейчас я соберу тут с них. А давай-ка посмотрим, что мы там нашли-то. У нас сапожки. Так, а как с геймпадом у нас сравнить? А вот. Ну, то есть они лучше в любом случае. И у них гнездо есть, кстати. Потом... Вот, я нашел, кстати. Такой же? Такой же, да. Чуть-чуть. Брони меньше. Отличается. Совсем, да. А по мечам это было... Вот этот получше. Да. Похуже. Вот новый. Из-за вековара, да. Он похуже, но у него... Похуже, но у него гнездо. А он нам все равно в этот слот нечего вставить. Такое себе. Ну и ладно. Вот мощь арда можно поставить в сапоги, я так понимаю. Ну, нафига. Ох уж эта погодка. Погоди, я там лук не собрал. Почему? Ты вроде все собрал. А вон, видишь, что-то светится. Странно. Или это вам показывает чисто то, что метка вот эта там находится? Ниже. Да, наверное. Вон, видишь, стрелочка появляется. Вот она меня как раз испутывала. Ну что, давай, наверное, сразу с ним поговорим. Собака какая-то такая. Какая? Сердитая. Ну такая, да, нормально. Сохранится. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастиин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай, как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. Ага. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка. Я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей. И помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Ну, почему бы нет? Хорошо, я тебе помогу. Только... После битвы прошло уже несколько дней. Так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать. Чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с Нильфом. Встретимся на пригорке. Рядом с Полем. А дальше пойдем вместе. Ого. Ну вот, ты пока можешь древнюю смотреть. Плюс еще надо подождать немножко, чтобы пластичка... Это надо, этот... Медитацию сделать. Ну, я говорю, подождать немножко. Я имела в виду, как раз, медитацию. Угу. А Танильфы прошлись тут, я так понимаю. Ну да, явно. С ними, наверное, говорить бесполезно. А, они не разговаривают. А? Уйди! Ну... Не нравишься ты мне, Седор. Получается, черные тут вот буквально недавно прошли. Раз он говорит, вот несколько дней надо битвы было. Да, получается, что... Они вот-вот-вот только пришли. Ну да. На территорию, на эту. Так, ладно. По-моему, мы здесь все смотрели. Давай по карте прикинем. Ну да, здесь я был, здесь был. Здесь был. Я, по-моему, даже вот здесь был, только мы вот сюда, да-да-да, не смогли подняться. Получается, вот эти вот штучки, это не домики, это вот куски моста вот этого. Ну, строение кирпичного. Ну да, но... Странно вообще как-то оно, конечно. Или оно вот отсюда развалилось, вот сюда, получается. Давай вот сюда тогда зайдем. А этот нас вон там ждет наверху. А этот вот здесь, да. То есть битва, наверное, где-то вот здесь была? Да. Получается так. Медитировать надо. Не очень это удобно вот так, чтобы восстанавливалось. После мегитации только. Не, ну это удешевление такое, нехило, конечно. Но при этом, не знаю. Давай. Мне не нравится, что у нас ограниченное число из-за этого получается. Так бы я сколько собрал, столько бы наварил. Ну да. Может, на дороге ее оставить? Или чем-то их там. Будем бить, да? Я не знаю. Нам просто непонятно, куда нужно. Через верх обходить или через низ. Через низ нам, по идее, не надо. Пойдем по поверху, получается. Поверху никого нет. Так. Мы начинали где-то вот отсюда. Вот оно, это дерево. Ага, точно, точно. Погоди, плотва. Тихо, тихо. Ну там эти падальщики бегают. Ну да. Это у него там собака водит. Не, ну падальщики, ну там этот, как бы, знак. Ну пойдем. Пойдем. Так что надо разбираться с ним. Гнездо чудовища. Гнездо чудовища. Давай ж, только вен попробую. Тьфу. Круто. Ага. Отманивай, наверное, по чуть-чуть их. Ага. Они пошли остальным сообщать, что ли? Не знаю. Отчего ты оружие-то уграл? Ну ты вообще храбрый. Ну да. В толпу самую прям. Погоди-ка, а мы же можем... Масло, кстати... Могу я прям так его положить? По-моему, могу. Против призраков, против труппоедов. Выберите улучшение с помощью и нажмите. Зачем? Что-то не забиндено. Нет, а зачем улучшение-то? Забиндено. А вот это, типа, игни усилить. Ну нафига? Можно глиф? А, у нас некуда глиф вставить. Ну и где вы? А чего они бегают-то? Хватит выворачиваться. Так. Кат летела. Ай, ай, ай. Тихо. Пока привыкну еще где-то моторосположение. А так просто их нельзя забиндить? Ну, то есть на какие-то кнопки. Только через меню выбирать, да? А на геймпаде-то я не могу это сделать. У меня слишком мало кнопок на геймпаде. Это я на мышке так мог сделать. А на геймпаде нет. Ну вот. Минусы плюсы, как говорится. Да. Он лечится? Какой-то регенерирует. А, они тут жрут что-то что ли? А, и отжирают здоровье себе? Ну похоже. О, во-во, точно. Едят и здоровье устанавливают. А, так может быть, вот эта красная, это регенерация? Да, да, скорее всего. Теперь понятно. А, нет, сумка. Он, видимо, там куснули, у него вот эта ходка повесилась. Ага. Фю, все, всех забили. Прикольно они такие, короче, поели и регенерируют. Я, правда, не хуже. Тоже такой, с окрачком в руке. Нормально. Ну, в принципе, с геймпада я пока не все так плохо, конечно. Не очень удобно, потому что символы эти, знаки не могу выбирать быстро. Ну, ты так попробуешь, а ну, каторый тоже попробовал, потом подумаешь. Уничтожить. Угу. А чем тебе удобнее? Бомба, картечь или танцующая звезда? Ну, у меня есть в самом. Ей тоже можно, по-моему, уничтожить. Написано было. 20 опыта. И что, и все? А, погоди. Кровь гуля, костный мозг, аль гуля, золотой перстень. Зачем мне золотой перстень? Это мусор? Да, видимо, мусор. Можно очень дорого продать или разобрать на составные части. Ну, вот. А, во, Орина можно обменять на кроны. Флорина можно тоже в банке Вивальди. Угу. Понятно. А, во, Орина. А, во, Орина. ухты ну что ласточку в принципе меня есть самому мне не нужен хотел мне правда тоже не нужен ладно хорошо что ты пришел бастин его тело должно быть где-то здесь точно так же как тела сотен других ты что собираешься осматривать все трупы подряд времени это займет прилично успокойся все ребята которых призвали из белого сада нарисовали у себя на щитах маленький цветочек чтобы в битве видеть друг друга издалека так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд не обижайся но случается что в битве солдаты бросают щиты особенно когда про одного щита тоже хватит тогда гусар учует след и поведет нас ну пойдем чем быстрее с этим разберемся тем лучше давай ага то есть нет конкретного указателя нужно будет искать на площади да тебе бы арбалет где-то раздобыть у тебя ячейка есть да ну арбалет это как-то неправильно хотя было бы интересно конечно посмотреть смысле правильно у тебя есть игра есть игровые условности давай мне тут не то не выделывайся столько трупов война только началась ну что мы с лошади можем взять ну здрасте так что у нас там здесь будет квен чего они нападают то не знаю плюс какие-то масло тебя еще есть есть да ухты еще раз ничего себе этот по 21 останавливает а почему не знаю уровень вроде небольшой уровень такой же не знаю может быть здесь пища посвежее это типа шутка была почему шутку по такая немножко темненькая тернинг да здесь конечно помародерить я думаю стоит но им это все равно не пригодится же надо наверняка что-то и хорошее можно найти очень даже вот с лошадью что я не пойму может что-то для плотвы можно снять не почему я спал за это как-то странно короче она какая-то неадекватная я не знаю я не могу заткни свою собаку пожалуйста я может ошибаюсь но я так поняла что там для лошади можно тоже какую-то амуницию делать да можно ну вот я поэтому подумал что вот вы что-то собака тихо мостом перевес интересно скоро ну ты можешь разобрать попробовать как раз мечи вот эти вот ага мы вообще не продались кстати зашли вот это вот плохо здесь вроде с весом все не настолько жестко как во второй части караул тут трупов но это еще даже мало так то если задуматься ну так то но мы опять же не знаем масштабов сражения да а нет это не тот щит я вам тут ничего не дорисовано вот опять лошадь опять лошадь да и не активно может я ее как-то там сжечь могу или еще что-то ну например да может скинуть можно ты бы ду не отошел отсюда так сохранимся то сейчас гусару врежем нет да нет возможно какое-то задание будет на них потом но это уже черная тут надо будет после задания наверно пробежаться просто уже да наверно да ты тут то я чувствую надолго вот письмо против шоу дождя куда нажать с ним с другой стороны они сами хотели ведьмака от нас получить и распишитесь но я думаю некоторые не совсем понимали на что они подписываются ну то их проблемы я считаю так прочитать густав у меня к тебе дело я тут раздобыл кучу всего ценного не спрашивай как скромность не позволяет мне хвастаться геройскими подвигами которые я совершил в боях за милую нашу отчизну во всяком случае там этого столько что я никаким дьяволом сам это не упру так что я сгреб все в сундук и закопал на берегу под скалой там где стоят две сожженные хаты мы туда ходили вместе ловить раков помнишь сдача твоя такая возьми свою повозку положи туда лопаты поезжай на берег но так чтобы никто не видел возьмем клад продадим его в изиме и поделим пополам как родич с родичем до свидания и запомни никому не гу-гу йохан мародерил скорее всего до грабил даже наверное не на мародерил хотя там и то и то куда сходи черт где на берегу 2 хата сожженная пока мы не там были как раз может быть а что там еще за книга лежит непрочтенная она не прочтена да да точно королевский династии севера как там все сложно ну да тут все такое запутанное это кстати выписка из книги так что наверное есть смысл зачитать все-таки для тех кто не читал цирилла фиона элен рианон рождена в 1251 году наследница трона центры принцесса бруги и герцогиня содана наследница и нес арт скеллиги и нес ан скеллиги сузеренко атри и об яра дочь поветы и ежа из эрлин вальда смотрите мгр вар эмрейс блин чё такие спойлеры то в книжке офигеть ну ладно внучка славная львица из центра королевы каланте кораблекрушение по пути из центра на скеллиги унесло жизни ежа и поветы далее воспитанием цирилла занималась бабушка в 1260 году опасаясь растущей нельгарской угрозы королева каланте отправила цириллу ко двору короля эрвилла где наследница трона центры должна была обручиться с наследником трона вердена принцем кистрину но невзирая на то что военный союз с верденом был главнейшим приоритетом каланте брак так и не был заключен а цирилла вернулась ко двору своей бабушки в 1261 во время так называемой резни в центре цирилла исчезла я не знаю если смысл мне пояснить некоторые моменты здесь или оставить как есть потому что вообще вот это все ну не то чтобы спойлеры но тут много я думаю потом потому что мне кажется ситуация похожа на тот моноколь когда по ходу дела ты узнаешь кто это что это зачем это ну давайте тогда не буду то потому что я думаю что это все расскажется в этой части поподробнее о облако сужается ведь вот она мы нашли а вон цветочек смотри где ну вот да 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 вижу это он этот сын соседей ну по крайней мере давай собака может быть он поможет так собаку так что гусар чусь хозяина по прежнему ничего ну ладно пошли дальше вот еще щит это он это сын соседей тоже сын соседей но все соседи же деревня большая соседи по прежнему ничего ну ладно так ты лошадь опять какая-то такая 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 не очень мне нравится что нужно постоянно зажимать это чутье ведьмачья чтобы увидеть активные объекты о стоп это он нет не похож ну-ка собака ну так что гусар чуешь хозяина по прежнему ничего а говорил одного щита хватит чтобы найти так его щита он говорил вам же его щит надо найти а в этом плане точно точно он сказал что он мог бросить его но я понял буквально что один щит возвращайся в зону потом тут побегаем вон вот вот а тут фиг определишь кто это а а я знаю что сложно сказать но может это он я бастин был здоровый парень широкий в плечах а этот вроде поменьше но может это из-за огня собака должна учуять он он его учуял усар учуял бастина вперед а даже так за собакой надо бежать угу 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 вот даже так подсвечивается это это еще ничего поручик сказал нам ходить сортир по команде нас из баллиста обстреливают а он все солдат с полным желудком в битву идти не может будете сидеть пока не высидите представляешь болван прегради ребра у меня болят когда смеюсь надо наложить давящую повязку но это позже после того как ты объяснишь что здесь происходит бастиан он он тебя взял в плен этот нильфгардец нет он мне жизнь спас меня ранили в бок потом по башке ударили так что у меня зрение ошибло росон наткнулся на меня когда полз через поле он лодыжку вывихнул вот так слепой вел хромого пока мы не нашли эту хату заберу тебя домой надо заняться твоими ранами я росона не брошу один он тут пропадет а к своим уйти он не может он же дезертир его тут же вздернут а если его у нас найдут тогда повесит всех вместе с моей лисье и речи быть не может черный останется здесь если бы не он его вот тут не было если бы не этот черный бастиан бы уже умер так может ты ему покажешь что нордлинги не дикари какими нас считают в нильфгарде ну дам я ему отцовскую одежду обучу работать в поле только вот акцент ну да ладно будь что будет возьму и его он еще такой темненький вот твоя награда и дохранят тебя боги ну я прекрасно понимаю что у них из-за этого могут быть проблемы но бросать его тоже как-то было бы неправильно здесь вообще как бы это они должны сами с этим разбираться почему им тут советы дает что главный психолог что ли круче давай еще вокруг дома бежим да знаю я как ложь подозвать там слева еще что-то светилось вроде вот так слева ну я сейчас бегу и увидим может показалось она может она может а это дверь наверное ну я думаю сейчас как раз самый такой оптимальный момент по полю пробежаться сбегать туда да 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 чтоб не возвращаться сюда я думаю мы это за кадром уже сделаем тогда конечно конечно ну по у